Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, во Глюбленнях Христианных. Дорогие братья и сестры, уже настала середина поста, это серединная седмица Великого Поста. А у нас все еще в нашем сознании не всегда укладывается, что же такое пост. Продолжают проходить благочестивые прихожане и говорят, я вот очень хочу поститься, но у меня есть немощи, мои болезни, и мне врачи не разрешают, чтобы я не кушал то-то и другое. Разрешите мне кушать вот то-то и то-то. Вот, вроде бы я говорил, но придется еще раз говорить, может быть, даже и третий или тридцатый, не помню точно. Я не могу разрешить того, что Бог не запрещает. Кто я такой? Все нам позволительно, но не все полезно. Все испытывайте, хорошего держитесь. Кому сказал Господь? Нам всем, через апостола Павла. Итак, дорогие мои, еще раз и еще раз. Нет запретов в православной вере. Нет запретов в православном посту. Нет запретов ни пищевых, никаких других. Все позволительно, но не все полезно. Будем об этом помнить. Позволительно грешить? Позволительно, но не полезно. Так как будет воздаяние нам за наши нечестивые дела, так же, как и воздаяние будет нам за наше благочестие, за нашу ревность о Господе. Итак, дорогие мои, все позволительно. Пост не должен быть суровой диетой или самоистязанием, не дай Бог. И не способом умершления себя. Если вы себя даете еще умершлить постом, то вы будете виновны в грехе самоубийства. Да не будет так с нами, дорогие мои. Пост всегда укрепляет наш организм, наше сердце. И если наше сердце укрепляется молитвой в духовном отношении, то в физическом отношении наша плоть укрепляется постом. Потому что пост – это воздержание от излишествов питания. Мы и так слишком много излишествуем. Умудряемся объедаться даже постом. Да не будет так, дорогие мои. Итак, пост – это воздержание. И воздержание по разуму. Воздержание, которое, конечно, идет нам на пользу. Но это не диета лечебная. Это воздержание ради Бога, а не ради здоровья моего тела. Хотя такое воздержание приносит пользу и не только душе, но и телу. И поэтому люди, постящиеся, благоговельно относящиеся к благословению церковного отношения поста, укрепляют свое тело, свою плоть и также укрепляют свое сердце, свою душу. Потому что упражнение в том, чтобы нам воздерживаться, упражнение в воздержании, оно есть духовное упражнение. Хотя воздерживались мы, казалось бы, от вполне материальных вещей. От разных там тортиков, шоколадочек там. То, что не питает фактически нас, а только услаждают. Вот. Ну и, конечно, более легкая пища, она действительно делает более легким нашу плоть. И делает нашу земную оболочку, нашего сердца, более проницаемой для благодати Духа Божия. Будем пользоваться этим. Будем помнить, что то благословение, которое дал нам Господь на то, чтобы нам придерживаться поста, оно дается нам во исцеление души и тела. Часто, конечно, можно слышать, ну, я бы постился там, или я бы постился. Ну, вот у меня там дети, у меня там муж не постится, у меня там на работе, у меня там внуки. Вот. Им кашку посваришь, сделаешь, самой приходится доедать там. И так далее. Разные такие житейские. И потом просто некогда мне ни поститься, ни молиться. Кручусь, как белка в колесе, целый день с утра до вечера. Где пост, где пост, где молитва, где моя духовная жизнь? Нет у меня никакой возможности жить духовной жизнью. Правда, говорит такой человек. Знаете, может быть, он не сознательно, но он лжет. Потому что нет ничего, чтобы разлучало нас с Богом. Как сказал апостол Павел, не разлучает нас с Богом ни теснота, ни нагота, ни болезни, ни холод, ни зной. Никакие печали земные, никакие скорби, никакие лишения не решают нас Богом. Мы сами себя лишаем Бога, отказываясь от Него. Забывая Его, увлекаясь вот этой ежедневной кутерьмой. А что же надо, чтобы эта кутерьма прекратилась? И чтобы наша жизнь стала исполнением святой воли Божьей. Всего-то навсего состояние нашего сердца. Вот один человек крутится и думает, вот на меня все навесили, а мне так помолиться хочется, мне в храм хочется сходить, мне в монастырь хочется съездить. Я тут с ними кручусь, кручусь, и конца этого и края нет. Грех на этой достойной, может быть, даже женщине. Потому что она не понимает, что исполнение любви, а это исполнение любви, если она с любовью все это делает, с любовью к ближним и с благоговением к Богу, ухаживает за своими ближними. Это же дело любви. Это выше молитвы. Молитва – это наша подготовка к делам любви, к делам благочестия. А это непосредственное исполнение. И вот человек гнушается этим самым делом, которое может стать делом спасения ее души, делом спасения души близких ее, делом Божьим. Она гнушается и делает это через силу, и думает, что это мешает ей или ему спасти свою душу. Да не мешает. Это и есть правильный, самый верный, самый прямой путь спасения души. Делание правды Божьей. Потому что делание любви, если мы по любви делаем, есть делание правды Божьей, дело любви. А если мы делаем под принуждением, делаем, потому что нам это уже никуда не деться, а вот мы это делаем, и причем при этом самым сердцем своим грешим против своих тех же ближних, которым вроде бы благодетельствуем своими хлопотами и сами же превращаем эти хлопоты в пустую трату времени. Превращаем в труху, превращаем в мусор. Почему? А потому что делаем без любви. Без любви к Богу и без любви к ближнему. Итак, дорогие мои, пост – это не время, когда мы должны от всех отрешиться, удалиться куда-нибудь подальше от всех этих детей, внуков, мужей, жен и молиться, и поститься. Такой человек не является христианином. Такой человек – это, понимаете, вот есть такое современное слово, это, понимаете, это вот симулякор духовной жизни, это симуляция. Это не духовная жизнь. Духовная жизнь начинается с любви к Богу и любви к ближнему. Начинается и заканчивается, завершается любовью к Богу и любовью к ближнему. А если мы одно подменяем другим, то это не есть делание правды Божьей, а это отбывание, пустое отбывание пустого номера, которое в лучшем случае ничего не даст, а в реальном случае разрушает наше сердце и развращает близких наших людей, которые смотрят на нас, таких бедных, несчастных мучеников, которые мучаются от своего безумия, от своего неправильного расположения своего сердца, к ближнему и к Богу. Да будет для нас, братья и сестры, дорогие, пост прежде всего исполнением дел любви к ближнему. Не потому, что мы Бога при этом должны забыть, потому что просто через любовь к ближним Господь будет судить нас, насколько мы Его-то любим. Если мы ближних своих не любим, которые рядом с нами, как мы можем любить Бога, которого мы не видим? Поэтому, как мы любим ближних своих, как мы делаем эти слова, как мы делаем дела Божьи, так Он судит о том, как мы любим Его. Итак, дорогие мои, пост – это время особой заботы, особой любви к ближним, особой внимательности и особого состояния великодушия, терпения к ближним своим, а не уход и не сбегание от ближних куда-то в щель, чтобы там забиться в нее и с удовольствием якобы молиться. Это удовольствие сомнительное. Это убегание наше от нашего креста. А вот несение креста – это и есть жизнь среди ближних, забота о них, сочувствие, соболезнования. Все, что выражается одним словом – любовь. Любовь Христова к ближним своим. Да будет она впереди всех наших помыслов, всех наших дел, как постом, так и во все дни жизни нашей. Аминь. Спасибо, что я не могу. Причастников поздравляю с принятем святых Христовых тайн. Выслушайте благодарственную молитву по святому причащению. Слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже.